Один из основных сочинских инвест-проектов – многофункциональный киноконцертный комплекс с двумя сценами на базе образовательного центра «Сириус», а еще инновационная школа. В Америтинской низменности отмечают власти Сочи. Необходимо сформировать не только курортный, но и образовательный кластер. Здесь будет построен крупнейший культурный центр, который позволит нам принимать самые значимые события и театрального, и музыкального формата. Здесь также создается уникальная инновационная школа. Будут собраны лучшие технологии в сфере образования, что отрадно. Планируются программы и для сочинских детей, которые будут соответствовать уровню образования именно стандартов школы «Сириус». С проектом сегодня познакомился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время осмотра сочинского стенда. Мы поручение президента выполним, и мы на самом деле такую школу построим. Я уверен, что мы ее построим, потому что она необходима для того, чтобы Россия пополнилась теми талантами, которые явно у нее есть. Но надо их найти, а «Сириус» это делает. И еще и дальше дать им возможность в жизни реализоваться. Я уверен, что, еще раз подчеркиваю, это поручение президента после этих школ с интернатом мы явно реализуем. Также ряд проектов касается реновации гостиничного фонда и завершения замороженных проектов. Так будет достроена целая группа многоквартирных домов в районе села Раздольное. Краснодарская компания «Авагрупп» выкупила также с торгов у компании «РЖД-строй» целую группу многоквартирных жилых домов, которые с 2014 года стояли в замороженном состоянии. Сейчас завершаются, у них идут активные фазы проектной работы. Это будет, по сути, микрорайон. Планируется в том числе комплексное освоение. Там будут и объекты социальной инфраструктуры. Будет приведена в порядок и гостиница в центре Сочи на улице Орджоникидзе. Инвестор уже найден. Планы по запуску – 2019 год. Еще один современный отель уровня 5 звезд появится в Лазаревском районе Сочи. Его стоимость оценивается почти в полтора миллиарда. В мэрии считают, что новый отель станет для Сочи новой точкой роста. «Мы планируем уже в этом году начать реконструкцию головинки с созданием культурных центров, парков. Также планируются инвестиционные предложения по другим прибрежным населенным пунктам Лазаревского района. Форум с каждым годом становится более эффективным, потому что это и есть место, где бизнес может найти конкретные предложения от власти. А власти могут сделать эти предложения и найти инвестора». Всего город Сочи планирует заключить шесть соглашений на сумму более 17 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году было подписано четыре договора на сумму чуть меньше 8 миллиардов. Что касается работы российского инвестфорума, сегодня так называемый «нулевой день». Регионы продолжают готовить выставочные стенды, ну а в деловой программе впервые появился День молодежного предпринимательства. Сегодня молодежь со всей страны, в том числе и 200 сочинцев, пытались определить роль молодежи в экономическом развитии. страны.